всем доброй ночи итак я хочу подарить вам ритуал который резко и быстро вытащит вас из трудной ситуации просто вытянет из бездны но имейте ввиду что чистки они нуждаются в повторении время от времени когда вы чувствуете что сгущаются краски когда вы чувствуете что ваши жизни начинаются такие нервозные ситуации нехорошие сны черные мысли непредвиденные расходы дома ругань недопонимание так далее то вам необходимо выбрать несколько чисток у каждого нашего зрителя постоянного обязательно есть любимые ритуалы и среди них и чистки которые им очень сильно помогают и подходят к их энергии и провести поскольку мы живем в таком мире где надеяться на справедливость на законность или на на общепринятые вещи не приходится и защиту мы можем получить только от сил мироздания поэтому магия наверное остается единственным средством для спасения для утверждения себя в этой жизни как бы это банально не звучало и так возврат возврат обратно но не просто возврат а а шестикратный возврат всего того что вам сказали пожелали или сделали не только с помощью магии но и с помощью определенных действий чем опасные люди токсичные они забирают у нас веру в себя когда человек не верит в себя когда его обнуляют и бракуют то этот человек начинает знаете как и вот как человек оказывается в пустыне и поскольку ему нечего пить и есть то организм начинает жрать самого себя то есть питается теми ресурсами которые есть у него до того момента пока они не закончатся и тогда человек уйдет знаете такой закон трех человек без пищи может прожить три недели без воды три дня и без воздуха три минуты вот ресурс нужен человеку для того чтобы жить он должен есть он должен пить кроме всего прочего должен отдыхать он должен спать и так далее он должен жить нормальных в нормальных более-менее человеческих условиях для того чтобы существовать когда человек всего этого лишен он лишен ресурсов жизненных его организм медленно умирает и иногда и быстро но есть еще и духовное тело наше второе тело то есть это наша душа это наши мысли чувства и они тоже должны где-то найти подпитку чем-то питаться не хлебом единым жив человек человек должен на что-то надеется кого-то любить во что-то верить человек должен на радоваться жизни он должен уважать себя за победы и и так далее и когда человека всего этого лишают он становится не ресурсный он лишается ресурсов которые поддерживают его как личность и следовательно тоже никакие ресурсы воспроизвести не способен потому что его постепенно уничтожают теперь свести человека в могилу можно не только колдовством можно и оскорблениями можно и причинять душевную боль угрожая человеку либо знаете направляя на человека все свои отрицательные эмоции энергию можно сглазить человека когда постоянно злобно смотреть на него да даже не злобно а может быть с восхищением но знаете такое с белой завистью завидую прям белый нет белой зависти любая зависть она черная завистью какими-то посылами какими-то пожеланиями да и вообще если отрицательное отношение к вам даже если человек пытается испортить репутацию вашу это тоже отрицательные это тоже злобные посылы которые рано или поздно начинает пробивать вашу защиту и вот это вот ваше энергетическое поле ваш кокон который в котором вы находитесь вот этот кокон пробивать и туда просачивается уже темные нехорошие энергии что приводит вас постепенно к разрушению нам хочется иногда вернуть зло человеку который нам это зло причиняет мы можем знать этого человека можем не знать вот те ритуалы которые я вам даю они справедливы хотя бы потому что вы не называете имен и как я вам уже говорила духи сами разберутся и много бывает случаев когда наказываются люди и те кто проводил очень удивляются они не ожидали от этих людей подобного очень удивляются иногда чувствуют себя виноватыми а может быть он не виноват был и так далее если бы человек был не виноват то он бы не наказался потому что когда вы проводите вы не называете определенного имени вы не наводите порчу на человек если вам человек ничего плохого не сделал то ему ничего не вернется вот если ты ничего не делаешь своей соседке предположим а у нее с головой проблемы она говорит тебе я знаю ты ходишь по всяким бабкам вот я буду чиститься я все это сниму и все это тебе вернется и что вы пугаетесь падаете в обморок вы смеетесь идете дальше почему потому что ваша совесть чиста потому что вы знаете что вы никакие порчи ничего не делаете даже не думали об этом и потому вам не страшно вот если бы вы делали просто так пытались бы свести в могилу человека вот тогда можно было бы переживать за за то что все вернется обратно когда это все снимется то же самое здесь если человек не виноват перед вами даже если вы его подозреваете он не будет наказан но будет наказан тот человек который роет вам яму копает под вас и как это вернется будьте готовы что весь этот негатив который вы набрали на себя от людей может вернуться нескольким людям это может выражаться в травле например если на вас устроили травлю это может выражаться в отрицательных злобных посылах если человек желает вам плохого действительно от всего сердца и души это желает и говорит об этом и проклинает вас и просит чтобы вам было плохо чтобы и пусто было да чтобы она провалилась и прочее это может вернуться человеку который пытается предположим вас посадить такое тоже есть на работе например могут открыть своим ключом этот сейф где документ или как-то тайком выкрасть сделать дубликат и вот подменить эти документы или вовсе их убрать куда-нибудь и потом человек может сесть за это то есть любое физическое воздействие духовное воздействие мыслях желания проклятие зависть сплетни все что на вас идет это все отрицательная энергия это все решено то есть лишает вас ресурса со временем вы понимаете что вот нету больше сил двигаться дальше что-то останавливает не могу больше устала это все превращается в отрицательную энергию и липнет к вам вот к вашему этому кокону внутри которого вы находитесь это энергетическое ваше поле и это энергетическое поле начинает торопиться начинает дырявиться если так можно ну грубо да привести пример и в конце концов туда просачивается вот это вот черная злая энергия которая начинает вас жрать и вы начинаете просто ваш ресурс последний использовать и то есть вот все что у вас было все душевные силы все внутренние ресурсы исчерпаны вы постепенно и уходите на дно если вы работаете на себя прекращаются заказы если вы продаете не приходят клиенты как будто не видят ваш магазин если вы на работе отличаете сделаете больше других вас просто не замечать точнее перестает замечать если директор до этого вас хвалил и вообще приводил вас пример ставил да перед всеми вдруг начинает вас вызывать к себе на ковер отчитывать за какие-то мелочи за какую-то ерунду вы понимаете что что-то не то происходит почему так происходит внезапно что-то не так дома начинаете грызться с мужем не хотите друг друга видеть у него дела идут плохо дети перестают слушаться с ними проблемы какие-то начинается в школе друзья мои любой посыл злой посыл посыл с нехорошими мыслями в вашу сторону это зло я помню как у меня одна знакомая давно значит она мы с ней вышли из с подъезда поехали к ней домой что-то забирать и выходим из подъезда она должна была сесть за руль до дачи нас своей довести потом обратно в общем целая история это было зимой там на даче у нее жили родители там все оборудовано ну то есть дачный поселок сейчас можно прописаться раньше это не считалось это просто считалось дом с землей огромная дача кстати очень красивая так добротная хорошо живущие люди и она выходит вся в такая одета расфуфыренная ей нужно было потом на встречу какую-то ехать в бриллиантах вся в прическе и с лифта выходим и на встречу к нам их соседка и она такая ой еще и имя у нее такое интересное как у нее ноны мордюковой в честь нее и назвали кстати нона может она и смотрит сейчас и она ой ноночка какая ты вообще красавица вот каждый раз смотрю любуюсь вот все при ней все при ней она такая спасибо спасибо большое спасибо очень приятно она села в лифт поехала фу блин почему мы ее встретили вот сейчас что-нибудь не то будет я говорю почему так думаешь а дело в том что она такая она вот кого не хвалит обязательно что-то случается у нее муж алкоголик сын повесился у нее очень тяжелая жизнь и этот человек вместо того чтобы сесть подумать кстати сын у нее подросток повесился из-за пьянки отца устал ребенок представляете то есть вместо того чтобы этой бабе сесть и подумать почему моя жизнь не складывается в чем причина почему я не могу этого алкаша выгнать или уехать в конце концов взять своего ребенка уйти от этой твари жить нормальной жизнью нет она этого не делает она живет кстати очень набожная была женщина в церковь ходила насколько я знаю вся такая там такие в церкви набожные святые люди со злыми глазами ненавидящие всех и вся ну ладно вместо того чтобы сесть и подумать почему ее жизнь такая почему она не добилась ничего у этого человека зависть и ненависть ко всем озлобленность на весь мир но ведь нона вот это не виновата была в том что она работала день и ночь у нее муж умер рано она одна вообще растила детей поднялась сама да и не подпускала к себе никаких алкашей потому что не хотела чтобы ее детей кто-то обижал она была другим человеком она шла к своей цели добила своей цели а эта мадам ничего не хотела делать для этого то есть есть люди которые винят всех вокруг кроме самих себя не хотят себя критиковать и пересмотреть свою жизнь и в итоге их жизнь естественно неудавшаяся ничего не получается в жизни все плохо и вот это вот злоба ненависть к тем кто успешнее как им кажется незаслуженно успешно ведь завистливому человеку всегда кажется что твой успех это просто как бы тебе несказанно повезло причем незаслуженно просто так они не видят закулисную сторону твоего успеха и поэтому видя уже результат им кажется что ты просто так вот стала той кем была то есть кем уже являешься знаете как это Федор Шаляпин куда-то поехал и значит ямщик спрашивает батюшка ты чем занимаешься где работаешь так хорошо одеваешься такие все дорогие вещи на тебе а он сказал ну я пою и тот ответил так мы все поем то есть имеется ввиду что он подумал неужели за то что ты поешь ты так хорошо живешь мы же все поем и мы поехали с Нонной она чуть не попала в аварию мы чуть не попали в аварию во первых потом поехала на дачу она подскользнулась чуть не сломала себе нос одним словом день не удался и она навстречу не поехала ей позвонили отменились сказали что человек передумал она там занималась еще недвижимостью помимо своей работы вот почему нужно отправлять зло всем тем кто это зло тебе причиняет неважно сплетничать о тебе говорит гадости просто пытается навредить пытается на твое место то есть метит на твое место делает тебе зло смотрит на тебя злобно желает тебе нехорошее время от времени это зло надо возвращать тем злым душам которые тебе это насылают а это бывает часто и чем более известный ты человек даже с неизвестной яркая личность работаешь там и так далее ну вот сейчас век интернета все выкладывают аж и беременность и рождение и сто раз сказано что вообще в древние времена беременные женщины мало показывались народу а потом когда фотоаппараты появились когда уже они были более-менее доступны беременных женщин нельзя было фотографировать а потом видеоаппаратура появилась нельзя было снимать на видео очень много случаев когда фотографирую беременную женщину после ребенок рождался больной или она умирала при родах понимаете прям даже случай был я помню когда там показывали какое-то шоу врачей обвиняли в ошибке когда она беременна ее снимают на видео она говорит нет 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 меня не снимай меня нельзя снимать и сестра такая не говори ерунды я тоже была беременна и фотографировалась и все ерунду ерунду гонишь и она действительно умерла при родах понимаете так что если ваша жизнь полностью просто вот как на ладони открыто перед миром тоже будут завидовать имейте в виду итак что нужно для этого ритуала вы должны шесть камней взять природных камней можете галки взять можете просто у дороги взять ну где хотите настоящий камень не бетон далее шесть черных свечей восковых пожалуйста внизу не писать а где найти где купить ищите сами какие-то дурацкие вопросы вообще а если нет черных свечей если нет не делайте этот ритуал найдете черные свечи тогда сделаете если у вас нет картошки что жарить будете значит с грибами может быть яблоки пожарите тогда вместо картошки картошки же нету вот то же самое здесь вы со мной не договариваетесь пожалуйста вы делаете так как я говорю потому что я составляю работы согласно то есть этим законам каноном магии которые действовали тысячелетиями черный цвет здесь символичен иногда цвет вообще не играет роли там главный источник огня иногда играет роль иногда нужен цвет итак шесть камней шесть черных восковых свечей проводите в любой день кроме желательно кроме выходных потому что выходные имеют немного отрицательную энергию и выходные дни лучше вообще избегать особо делать выходные дни можно делать больше ритуалы на удачу ну начитывать смотря тоже какие не всякие не всякие подходят потому что выходной день он как бы праздничный и вот есть же у меня там ритуал да энергию праздника все как я назвала уже не помню представляете внизу напишите если помните использовать энергию праздника себе во благо чтобы получить богатство и оно действительно работает большие праздники там выходные вот тогда можно такие ритуалы очистки и вот подобные чистки лучше без таких дней обходиться делайте ночью или вечером то есть когда уже темно когда уже все солнце село в сумерки тогда активнее определенные силы которые вы призываете здесь есть такие слова немного пугающие бояться не нужно это то есть это норма в магии иногда отдавать таким силам и попросить таких сил помощи чтобы они вернули ведь они все-таки это злая сторона магии и духи такие которые специализируются на этом грубо говоря они как раз и возвращают на славшему люди которые составляли такие заговоры издревле да одаренные люди знающие люди колдуны ведьмаки ведьмы целители чародеи как хотите они знали что на перекрестках обитают те самые анчутки которых мы называем черти и есть еще такие духи как бесы но бесы не обязательно зло откройте древо бесов посмотрите чтобы понять кто они такие лучше об этом знать и эти силы как раз слышат видят и выполняют если все делать правильно теперь вам нужно шесть свечей восковых уже сказала шесть камней когда вы это проведете на следующий день то есть свечи должны догореть свечи оставляете возле любого дерева без никакого откупа ничего не делай просто оставляйте и уходите вот чуть-чуть останутся агарки свечей надо потушить свеч не дуть потушить или пальцами или гасителем желательно гасителем далее шесть камней оставляйте на шести перекрестках ну заранее посмотрите рядом перекрестки значит шесть камней идете может это может быть и лесная лесной перекресток идете на перекресток кладете камень кидаете шесть монет вот так поворачивайтесь то есть отворачиваете спиной камню через левое плечо левой рукой кидаете шесть монет уплочено и уходите это нужно делать на следующий день в течение дня всего дня вы должны найти все эти шесть перекрестков не останавливаясь вот вышли искать эти перекрестки или заранее найдите эти перекрестки уже будете знать куда вы пойдете значит на шести перекрестках на каждом перекрестке кладете камень отворачивайтесь кидаете через левое плечо левой рукой шесть монет и уходите и через некоторое время за короткое время начнется такое как говорится сам черт тебе не брат вы сами удивитесь как многие уволятся как многие уйдут как все которые у вас пили кровь прям годами и на них не было никакого удержу они сами придут или извиняться или уйдут или перестанут вообще к вам подходить и постарайтесь чтобы ваши ритуалы и ваши откупы не были видны народу потому что если вы слишком открыто это делаете показываете оставляете то он отчасти теряет силу магия все-таки таинство не буду говорить в каком городе но и интернет прямо взрывается от сенсации там чего только не написали уже начинает инопланетян заканчивая еще кем-то на самом деле это просто мой ритуал сексуальный приворот и вот оставили мясо то есть да и печень и водку и мед там прямо аж посреди улицы друзья мои так не делается это таинство не надо чтобы все обсуждали смотрели видели что такое что происходит кто оставил конечно никто не боится их но дело не в этом дело в том что есть таинство если вы хотите чтобы оно получилось никто не должен видеть лишних глаз не должно быть в этих местах или по крайней мере вы должны так сделать чтобы ну проходящие мимо люди ну не совсем поняли ну камень валяется деньги может у кого-то выпали чтобы это не обсуждалось чтобы это не передавал чтобы в интернете это не выкладывали надеюсь вы меня поняли итак начнем вообще свечи редко вот такие порталы делают когда вы видите вот такие порталы это значит что в этом месте энергия очень сильная или в это время очень сильная энергия почему вот происходят такие порталы это не только физическое объяснение имеет физиологическое не знаю как хотите по законам физики это еще потому что вот смотрите если вы выливаете воду в сосуд то наполняется та часть которая пустая да если в сосуде предположим там не знаю уже была вода или или там песок он может уйти в песок и не показаться но если сосуд он пустой вода принимает форму сосуда вот наливаете туда и она там и то же самое свет когда наполняет вот это пустое пространство то есть дорогу портал означает вообще портал помните к богу врат к богу портун открыватель врат вот дорога когда она есть пространстве то есть открыто пустое пространство то вы зажигаете свечу и она наполняется точно та же как вода принимает форму той пустоты которая есть вот часто таким образом например ведьмы определяли где находится портал в том или ином месте в лесу или в доме или возле дома и так далее это к слову и так когда вы будете читать будет ощущение как будто как будто прям вот знаете с вас кожу дерут вот до такой степени это сильное такое ощущение как снимают с вас нечто сдирают с вас убирают все эти отрицательные черные посылы черные энергии они прилипают к нашей энергии их нужно отодрать оттуда и так извиняюсь это кофе без него без него тоже никак будь мне огонь с ватом а ты воск пратом а ты дым мне отцом кори ярый огонь поднимайся дым окутай меня плотным кольцом свечи как откуп огню снимите с меня адовый знак людское проклятие слое заклятия от меня унесите да виновнику в брюхо вложите в глотку ему влейте слово иди в слово дело иди в дело очистите воск огонь и дым мою душу разум и тело огонь горит древняя сила зрит порчу и корчу злые посылы с меня снимает и шестикратной силой на славшему возвращает шесть мертвых баб шесть чертовиц шесть бесовиц шесть болотных девиц шесть утопленниц шесть неупокойниц плодами то множились то утробами ворочались песновались докричали и шестикратной силой зло обидчику моему назад возвращали и все до капли вернули ключ замок язык заклято очень сильно начинает кружиться голова вот уже чувствуется если честно но это хорошо будь мне огонь сватом а ты воск братом а ты дым мне отцом гори ярый огонь подымайся дым окутай меня плотным кольцом свечи как откуп огню снимите с меня адовый знак людское проклятие злое заклятие от меня унесите да виновнику в брюхо вложите в глотку ему влейте слово иди в слово дело иди в дело очистите воск огонь и дым мою душу разум и тело огонь горит древняя сила зрит порчу и корчу злые посылы с меня снимает и шестикратной силой на славшему возвращает шесть мертвых баб шесть чертовиц шесть бесовиц шесть болотных девиц шесть утопленниц шесть неупокойниц плодами то множились то утробами ворочались бесновались да кричали и шестикратной силой зло обидчику моему назад возвращали и все до капли вернули ключ замок язык заклинаю будь мне огонь сватом а ты воск братом а ты дым мне отцом гори ярый огонь подымайся дым окутай меня плотным кольцом свечи кокотку погню снимите с меня адовый знак людское проклятие злое заклятие от меня унесите да виновнику в брюхо вложите в глотку ему влейте слово иди в слово дело иди в дело очистите воск огонь и дым мою душу разум и тело огонь горит древняя сила зрит порчу и корчу злые посылы с меня снимает и шестикратной силой на славшему возвращает шесть мертвых баб шесть чертовиц шесть бесовиц шесть болотных девиц шесть утопленниц шесть неупокойниц плодами то множились то утробами ворочались песновались да кричали и шестикратной силой злообидчику моему назад возвращали и все до капли вернули ключ замок язык заклинаю будь мне огонь сватом а ты воск братом а ты дым мне отцом гори ярый огонь подымайся дым окутай меня плотным кольцом свечи как откуп огню снимите с меня адовый знак людское проклятие злое заклятие от меня унесите да виновнику в брюхо вложите в глотку ему влейте слово иди в слово дело иди в дело очистите воск огонь и дым мою душу разум и тело огонь горит древняя сила зрит порчу и корчу злые посылы с меня снимает и шестикратной силой на славшему возвращает шесть мертвых баб шесть чертовиц шесть бесовиц шесть болотных девиц шесть утопленниц шесть неупокоенниц плодами то множились утробами ворочались бесновались докричали и шестикратной силой злообидчику моему назад возвращали и все до капли вернули ключ замок язык заклинаю по-моему еще два раза не считала путь мне огонь сватом а ты воск братом а ты дым мне отцом гори ярый огонь подымайся дым окутай меня плотным кольцом свечи кокотку погню снимите с меня адовый знак людское проклятие злое заклятие от меня унесите да виновнику в брюхо вложите в глотку ему влейте слово иди в слово дело иди в дело очистите воск огонь и дыма мою душу разум и тело огонь горит древняя сила зрит порчу и корчу злые посылы с меня снимает и шестикратной силы на славшему возвращает шесть мертвых баб шесть чертовиц шесть бесовиц шесть болотных девиц шесть утопленниц шесть неупокоенниц плодами то множились то утробами ворочались бесновались да кричали шестикратной силой зло обидчику моему назад возвращали и все до капли вернули ключ замок язык заклинаю мурашки аж мне зашатало но так легче становится честно ко мне тоже много посылов нехороших идет так что время от времени очиститься стоит обновить себя по крайней мере вредить мне то они не смогут но в любом случае знаете обновиться не помешает и последнее осталось еще раз читать будь мне огонь с ватом а ты огонь вернули ключ замок язык заклинаю все остальное я вам уже в начале ролика сказала что делать как делать каким образом желаю вам удачи тоже подожду пока свечи догорят пока пойду иными делами заниматься если честно прям шатает вот очень сильно но это нормально это нормально и это значит что и вам точно так же поможет всем всего хорошего и никогда не позволяйте никому портить вам жизнь все по справедливости возвращаете назад то что они желают то что они творят говорят то что они пытаются вам сделать то что они насылают все это в одну кучу собрали и отправили им назад пусть забирает себе то что им принадлежит и это вполне справедливо вы не должны и не обязаны страдать из-за подлых людей на этом все оно и это 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 оно которое оно